ну или по поводу инвестиций звоните ну вот смотрите я вашему коллеге как бы объяснял ситуация такая вот у меня 154 рубля допустим да вот я их допустим вкладываю вот и через какое-то время они пропадают мне с кого спрашивать я не знаю ну давайте не 154 155 ну да вот смотрите и пропал актив или допустим обнулился ну или тогда вот видите мы пришли все-таки к тому что риски есть вот как только вы уберете своей компании эти риски и когда будет мы предоставляем аналитику о сфере инвестирования рынках делайте клевету на мою компанию что такое инвестирование примерно представляю да я вкладываю деньги их там крутит вы на это живете короче я иногда и кто брокер крутит кто да брокер крутит он не без вашего этого согласия правильно вы сами решаете во что их вложить правильно то есть ответственность на вас лежит если актив упадет его именно вы собственноручно так так сказать решили вложиться в это и ответственность статистика которая у нас ну а чё у меня возьмите пригласите к себе я приду посмотрю чем вы занимаетесь как вы занимаетесь посмотри воздух ну давайте адрес не на подождите вы знаете как бы этот как его мой телефон откуда у вас появился а у коллеги откуда мой телефон появился я ему на остановке дал куда приезжать то вы на почту мне вышлите пожалуйста я вам еще раз говорю пожалуйста на почту выслите мне данные свои куда мне приехать мне нечем записать вы меня с тортиком что ли будете ждать я говорю с тортиком меня будете ждать с тортиком торт такой и ну поздравляю сколько стукнуло то как вы думаете я к вам приеду ну вот вы куда звоните или звоните понятная в каком городе есть такой город пивек ну ваш компьютер перед лицом откройте пожалуйста и наберите пивек 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 и вот почему-то мне постоянно звонит и меня всегда приглашают отлично только сколько я к вам ехать а сколько я к вам ехать то буду мне мне очень хочется блин с вами встретиться как раз и бабки которые в инвестиции хотел вложить вам для чего нужно чтобы именно я вложил вы меня на самом деле разбудили конечно время ничего ну и прибавьте еще 8 ну если вы понимаю вообще что это за населенный пункт да то я думаю что вы бы часто мне звонили но я думаю что вашему другу понравилось мне звонить и он давай блин блин еще раз давать номера откуда вот мне интересно откуда у него мой номер так я же говорю не знаю был у нас в базе потому что с вами общался мой коллега понимаете а как он в базу-то попал ну у нас настроена агитивная реклама в интернете много сайтов партнеров могли зайти на какой-нибудь из них попасть поставить галочку нет я этого точно не мог нет вот на это я точно никогда не соглашаюсь и даже когда просят чтобы подтвердить данные я все время ну ладно до свидания все уже не хочу ничего понимаю да да Валерий а вообще направление вам инвестирования интересно ну нет у вас какой-нибудь опыт в этой сфере смотрите в 90-е в 90-е мы как-то инвестировали неплохо в один бизнес и как бы все вроде так неплохо развивалась пока не накрылся медным тазом вот но сейчас за это очень большие срока дают мы проститутку выставляли серьезно да офигеть ну сейчас за это да мне кажется срок даже могут да ну я же поэтому и говорю да поэтому как бы инвестирование ну что во что еще можно на самом деле можно в оружие как бы да ну тоже за это уголовка предусмотрено вот также можно заняться как бы наркотой ну вот имею ввиду что денежное вообще прям вот во что можно инвестировать ну и такое самое противозаконное да да ну вот и как бы на самом деле можно еще заняться органами вот ну тоже блин потом трупики куда девать рано или поздно всплывет все это знаете если хлоркой попалить и в кожаных перчатках то никто ни одна собака в жизни не найдет такой вот фактик нет немножко не то это будет слишком много вони вот от хлорки это на самом деле делается так никто не найдет да кислота специальная берется и растворяется буквально практически все остаются одни зубы которые можно на наковальнике чпок 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 и в порошочек ничего себе откуда у вас такие познания ну вот вам 25 стукнуло да ага ну вот еще 30 прибавьте к этому вот подумайте да промышляли вы таким там в 90е это там надо мной смеются что ли нет лучше не рассказывайте ну не не по мне так лучше пришел отобрал и ушел все вот но это простейшие ну так было и раньше а сейчас чем занимаетесь сейчас в каком направлении вы сейчас профессионал не знаю вот поспать люблю очень но мне не дают все любят да с предложениями всякими так может быть это знаете ваш новогодний подарок на новый год представьте ну нет я новогодний подарок на самом деле по-другому представлял слушайте мне тут как бы супруга звонит что-то походу случилось сейчас да алло 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 да ага все иду-везу давай еще все хочу еще в